Добрый день! Здравствуйте всем, кто меня сейчас смотрит и слушает. Я Лидия. После небольшого перерыва я как бы вынуждена обратиться опять к своему опыту следственной работы, то есть к риминальным историям, и не по собственной, так сказать, инициативе, опять же, не корысти ради, а только волею пославшим мя жены, как говорил отец Федор Ильфа и Петрова, вернее, не жены, а теперь уж дочери, которую мой всякий продюсер, режиссер, пиарщик и т.д. настоялось, что, не мол, народ требует. Правда, не знаю, какой это виртуальный народ требует этих самых историй, потому что я как бы всегда чувствую неуверенность, ладно бы в те далекие времена, когда информационный голод не было, подобного рода книг, фильмов и т.д. Сейчас, так сказать, на любой вкус и все, что угодно. Но, тем не менее, коры вынудили меня, так сказать, дать обещание, я начинаю. Вспоминается мне дело, так сказать, 90-х годов, вот эти лихие 90-е годы, переделка, перестрелка и т.д., когда все в разнос пошло, по разу суверенитетов этих союзных, наших союзных республик, когда ненависть ко всем русским, мы оккупанты, мы такие, мы сякие. И вот, значит, где-то ранней осенью тепло еще было. У нас в республике Хакасия, в Таштепсском районе, далеко, за большим ООНом река такая есть, это в Саянских горах, Тайга, непролазная дорога идет на Агдаурак, дальше в Туву. И вот соседняя с нами Тувинская республика. В те времена, так сказать, граждане этой республики достаточно часто прошанивали, мягко говоря. Они набегали, как те монголы-тотары, в пределы нашей республики и бесчинствовали грабежи, разбои, убийства и т.д. И вот одно такое дело, двое наших русских музыков с трикэтажной фабрики из Абакана, у одного из них была шестерка Жигуленок, по тем временам немалое, так сказать, достояние, машины в то время редкость были весьма, почему и, так сказать, настолько были распространенные, тогда вот эти вот нападения в целью завладения автотранспортными средствами. Вплоть до того, что уже таксисты и вообще владельцы автомобилей возили под сидением, под водительским монтировку. А что сделаешь с этой монтировкой, когда садится пассажир, например, сзади, другой спереди, и сзади тебе накидывают неожиданно удавку там из струны или еще чего-то и затягивают ее. Какая тут монтировка, тут и вякнуть ты не успеешь. Правда, был один такой случай в моей практике, что одному водителю вот так вот накинули струну, и ему удалось каким-то макаром выскользнуть, выпрыгнуть, так сказать, и бежать дальше, чем видеть. Вот. Так вот, значит, двое наших мужичков решили выехать там на день, ну, много-два, туда вот забольшон, то ли на рыбалку, то ли ягоды, грибы, сейчас я все не помню. Но, тем не менее, вот они поехали туда ненадолго. Но нет их и два, и три дня, и четыре, и пять, уже неделя прошла. Тогда родственники, естественно, забеспокоились, обратились в милицию, что уехали в таком-то направлении, организовали поиски. Ну и, естественно, как и ожидалось, обнаружили два трупа. Два трупа недалеко от этой дороги, машины, естественно, нет, нет документов, ничего. Ну, как правило, так сказать, все первоначальные следственные действия по любым преступлениям совершают в районе, то есть по месту совершения преступления, а только потом уже, если дело резонансное, большой общественный резонанс, если оно сложное, если оно сразу по горячим следам ничего непонятно на раскрытие не тянет, тогда уже прокурор республики изымает это дело из района и передается в республиканскую прокуратуру. Ну, тогда я работал в республиканскую следователем по свободным делам. Вот так ко мне это дело и попало вскоре после совершения преступления. Так вот, при осмотре места проезжей всем, наше счастье, бывает и такое, значит, было установлено, что мужички наши были застрелены из ружья, ну, видимо, обреза. В то время модно было обрезы, дабы не видно было при себе таскать. Вот, и сохранился, когда выпал, ползали, ползали там по тайге, по траве, по всему, сохранился пыш, обгоревший, но этот пыш был из газетной бумаги. И достаточно большого такого, вы знаете, где-то, наверное, сантиметров пять, вот остаток такой был, он был запрессован, потом вот так вылетел и полностью не сгорел. Текст на туинском языке, и даже там, и так бывает, и даже там, значит, где-то сбоку сохранилась карандашная пометка, что-то номер какого-то и несколько буквок. Ну, помните, в те дальние времена почтальоны, так сказать, написывали где-то сбоку адрес, куда корреспонденцию разносить. Ну, естественно, версия одна, самая вероятная, это туинцы опять набег совершили, это они, значит, с целью завладения вот этой автомашиной. Наши оперативники подсуетились, значит, побегали, связались с туинскими оперативниками, но чужое горького волнует. Естественно, УПК предусмотрено, что мы можем давать отдельное поручение по месту, что-то выяснить там, то, сего, пятое, десятое. Но кому это надо? Своих забот, полуорота, потому так, чисто формально могут чего-то там, чуть-чуть сделать что-то, не сделать, отписаться до из плечи долой. Поэтому, конечно, надо ехать. Ну, быстренько мы тут собрались, все это оперативно, значит, министр выделил нам ГБДшную машину и гаишника за рулем, два оперативника со мной, ну и я. Меня с пылу с жару, прямо из кабинета выдернули, без зубной щетки, без ничего, без белья, как была, в чем есть, так сказать, коллега, скитель свой только отдал, прокурорский. Я его прицепила для деплаты, кстати, потому что ездить придется много по Туве. И вот мы поехали. В Туве я до этого не была ни разу, и вот я ее повидала. Ну, все это уже началось, то есть вот эти вот гонения на русских, все, что мы им построили, по сути дела, из первобытного общинного строя, вывели и притащили в социализм, строили, и заводишки там какие-никакие были, ну и специалисты, соответственно, наши там работали. Все это наши, естественно, побросали, и работу, и дома, и квартиры, и бежали, естественно, потому расправы эти, бесчинство и прочие дела. Но это повсеместно, по всеми республикам прокатилось. Кто не помнит, тот читал, наверняка я слышал. И вот в такую обстановку, значит, ехать. Как ты, ты ешься, хоть и оружие вроде пистолета есть, ну и что, а толпа, знаете ли, сама неуправляемая. А тем более, со мной оперативники оба, они хакасы, то есть тутошние аборигены. А Тувинцы почему-то смерть как не любят хакасов. Ну, казалось бы, чего тут, ну, тюркская группа народов, родственные, такие же, вот, киргизские этой, всякой монголо-татарской и прочей этой национальности. Живи в дружбе и любви. Нет ведь, они посчитали, что хакасы продались русским. И вот такие, сякие, розетки, предали, так сказать, свои интересы. И вот за это почему-то их воззиновидели. Даже хуже русских, можно сказать. Я, ребята, вам говорю, ребята, вы как-то поосторожнее надо, никуда сильно-то не ходите и прочее, потому что дело-то такое. Ничего ли, действительно, пробьемся, и вот мы ломанулись. Туда, конечно, сразу редакцию газеты. Там пошерстили, в МВД побывали, установили по тексту, достаточно быстро, хотя компьютеров тогда не было, что это обрывок от газеты тогда, новая еще молодежь Тувы, так на русский язык переводится. Путовинский сейчас уже не помню. Вот, подписчиков подобрали, там еще была какая-то информация. Ребята с МВД Тувы немножко подмогли, но большего нет, конечно, не сопровождать ничего. Сами, мол, езжайте туда-сюда. Това большая, надо сказать, раскиданная, территория великая, малонаселенная, в основном скотоводство, там и прочие дела. Вот по всем аллам мы побежали, поскакали. Ой, боже мой. Ну, как и везде в то время, всеобщие дефициты там, тем более, потому что республика только на дотарцах жила всегда. То есть туда все доставляли, абсолютно все, что у них не было. А добраться только к самолетам, знаете ли, не поездок, ничего. То есть самолетами транспортными, либо вот автомобильной дорогой. Это серпантин такой, постоянно высокогорье. Достаточно опасно. Едешь, смотришь пропасти. Ай, и валяются там всякие автобусы, машины и прочие транспортные средства. Жутко. Ну, значит, благодаря усилиям оперативникам и прочие дела, мы установили местонахождение. Потому что, сами понимаете, что официально, то есть, выяснить местонахождение автомашины, увы, никто ее на учет не поставит, поскольку она не снята с учета официально. То есть, либо номера перебьют, повесят там, ну, в смысле, на двигателе, на шасси, повесят какие-то левые с другой машины номера. Доверенность там изобретят, потому что документы же они изъяли, как в русский, а тут целый Тувинец, мало похоже. Ну, доверенность можно изобразить на всякий случай по доверенности. То есть, официальным путем не установишь, где она находится. Но, тем не менее, это нам удалось. Благодаря оперативникам ушли такие ребята, просто молодцы. Я не перестаю петь со мной всему уголовному розыску, с кем я работала. Мы установили местонахождение автомашины. Приехали в эту деревню, думаю, достаточно такой основательный, ничего зажиточный по сравнению с другими. Да, машина, вот она, Жигули, красный, как сейчас помню, бордовая такая. Хозяин, в общем-то, такой, не какой-то бомж, достаточно такой адекватный. Да, да, значит, сказал кто, чего, куда, эту машину ему сбыл. Ну, подозревал, конечно, но сказали, что деньги нужно срочно, вот на запчасти там или еще там по дешевке они ему сбыли. Кое-что, конечно, уже было снято с машины. Мы не имели возможности эту машину сразу изъять и доставить ее в бока. Там, по-моему, была и без резины, без колес. И двигатель там что-то еще там сняли. Короче, своим ходом никак. Договорились там с одной транспортной компанией, хотя в те времена достаточно сложно было, особо никто не разбежится. Что КАМАЗ нам дадут, но у меня только через два пойдет Акасия, и машину, значит, погрузят и привезут в бока, ну, потерпевшие. Ну, ладно. С мужиком мы договорились, машину мы осмотрели, протокол составили, и поехали дальше. У нас там масса еще разъездов, еще, наверное, районов пять, все это, сотни километров таскаться. Вот она ездила, я на всю оставшуюся жизнь. В те времена, потому что днем и ночь, в машине, где чего там урвешь, какой кусочек, ни общественного питания, ни каких-то учреждений, ничего, конечно, в деревнях нет. Ну, ладно. Это дело было утром, мы поехали дальше, а где-то к вечеру уже, наверное, ехали мы не так далеко от той деревни, от этого Алла. Не помню, по какой причине я предложила вернуться вот к этому мужику, не помню, то ли подпись мне не хватило, то ли еще захотела что-то изъять. Сейчас уже не припомню, какая-то мелочь, а говорю, мужики, давайте заедем не так далеко, в круг дадим, мне надо вот сделать то-то-то, без проблем люди все равно приехали. Ну, мы так поодаль встали, машину было не слышно, и пешком направились к дому, в ограду заходим, нас особо-то не слышно, и видим мы такую картину Репкиным. Приплыли, так сказать, мужик этот наш адекватный, авторитетный, себе такой положительный вроде как, поднят капот, и он снимает все. Все, что там еще осталось, он снимает все. И тут мы так это подкрались незаметно. Мужики с пистолетом, стоять, руки вверх. Тот вот эффект неожиданности, конечно, он не ожидал такого, что мы вернемся, что он не успеет. Боже мой, что с ним было, он белый, красный, он весь затрусился, вы знаете, сперва я видел его, он обкакался. Он натурально сразу, как стоял, а потом как ломанулся в туалет. Что с ним было, мы там два часа с ним возились, он в себя не мог прийти, стыдили его, конечно, и всякое, бессовестный, скотина, последним, мужиков убили, значит, а ты пользуешься, потерпевшим хотя бы семьям, хоть какая-то, что-то, какие-то остатки. Ну, в общем, мужика мы забрали с собой, увезли его в район, пока задержали, чтобы никуда ничего, машину потом с миром доставили, кое-как остатки поизъяли, вот, и обнаружили, значит, вот этих убийцев, трое их было, один, как сейчас помню, Козыл Олов, двоих, сейчас уже фамилии, конечно, не помню, задержали, потом этапировали их сюда, в Абакан, но с миром все это расследовали, потому что убийство при теченющих обстоятельств, то есть двух и более лиц, прижженное с разбоем, и так далее, и тому подобное, вот, меру наказания сейчас уже не помню, рассматривал, конечно, наш Верховный суд, и хочу рассказать здесь одну такую забавную, если можно так сказать, историю в связи с этим делом, значит, веется пыш, там, в Туе, мы обыски учинили, выемки различного рода, мы обнаружили, значит, патронтаж с патронами, обнаружили обрез, шведы изъяли, доставили сюда, и вот, значит, с тем, чтобы идентифицировать, ну, патроны, естественно, баллистическую экспертизу назначили, и оружие там, где они застались на месте происшествия, поэтому баллистика сказала, что да, из этого оружия были застрелены наши мужики, вот, но было бы чудесненько, если бы вот тот пыш, который обнаружен, был на месте происшествия, а те, значит, патроны, которые мы изъяли у преступников, они запужеваны тоже газетами, вот, было бы чудесненько, если бы, например, вытащить бы все эти пыжи, расправить бы их хорошенечко, выложить, и посмотреть, подходит или не подходит, по тексту, по, так сказать, по краям разрыва, и так далее, вот эти, ну, до экспертов я себя думаю, пока это добьюсь, работа у них всегда тьма, загружены до нельзя, не больше, не меньше месяца надо будет, чтобы заняться этой процедурой, процедура достаточно трудоемкая, очень осторожная уже, выковырить, ну, что все это утрамбовано, шомполом, чтобы были целенькие, потом нужно как-то расправить, потом намочить, потом распрямить, все это на стекло, положим, выложить, думаю, дай-ка я сама займусь этой работой, а то, знаете ли, сроки тут, все это надо скорее, и вот сижу я у себя в кабинете, подложил патроны, вооружил, значит, расстелил газеты, вооружил скальпелем, пыл у меня, и вот сижу, значит, ковыряю из этого патрона вот эти вот пыжи, аккуратненько так, а при этом, извините, курил. Тут заходит заместитель прокурора суббик, который курирует следствие, я как увидел, что я сделаю, сижу, курю, с патроном, выковыриваю, значит, пинцетом из гейзы вот эти вот пыжи, и говорю, это что, сдурело что ли? Огонь, сигареты, порох, куда? Аж заикался я, да? Чего-то не подумала, думаю, что такого-то, пыжи-то сверху, как бы, порох где-то там, внизу, может, до него не доедет, ну-ка, прекращай, ну ладно, курить тогда не буду, но все-таки я, худо-бедно потратила, наверное, пару-тройку дней, ковыряла, ковыряла все это дело, очень аккуратненько все это выковырила, расправила, сколько возможно, водичкой сбрызнула, смочила, на стекло, значит, пульминь так выложила, тексту, винская газета, вот, и у меня все совпало, все готовенькое, с экспертом потом приезжаю, я говорю, экспертизку назначаю, вот вам постановление, а вот уже готовенькое, вы сами тут скажите, что вы всякое их там изъяли из этих, вы же всякое выложили, тут совпало, тут совпали, да Минка, без вопросов, проблем нет, вы все за нас сделали, вот, так вот я, такая вот была ситуация, ну, на сегодня, наверное, все, всего вам доброго, до свидания.